Здравствуйте! В эфире новости 24. Прямо сейчас и самым главным, короткой строкой. Строить карьерные участки Чокоташские в Судаке не будут. Отзыв лицензии подтвердил Сергей Аксенов. Напомню, что добывать полезные ископаемые должны были недалеко от оздоровительного лагеря «Отважный». Это вызвало массу жалоб со стороны местных жителей, которые считают, что это приведет к ухудшению экологической обстановки в регионе. Безопасность превыше всего. В Крыму появится машина скорой помощи с боксом для особо опасных больных. В автомобиле замкнутая система вентиляции и усиленные фильтры. Кроме этого, для станции медпомощи в шести городах полуострова закупят специальные носилки, которые не позволят переносчикам инфекции контактировать с окружающей средой. Крым получит 147 миллионов рублей в 2020 году на нацпроект «Культура». Об этом заявил профильный замминистра России Николай Овсиенко. Также по итогам 2019-го республика вошла в список 59 субъектов, которые на 100% освоили выделенные деньги в рамках национального проекта. Работы на трассе Таврида теперь будут идти круглосуточно. Об этом сообщил пресс-секретарь Крымского управления подрядной организации ВАД. Сейчас на двух этапах дороги укладывают третий слой асфальта. Завершить строительство планируют в сентябре 2020-го. Помочь не словом, а делом власти Севастополя поддержали волонтеров, которые кормили бездомных и малоимущих пенсионеров. В городе Героя планируют открыть полноценную столовую с посадочными местами на 50 человек. Но льготами смогут воспользоваться только пожилые люди и многодетные матери. Для бездомных организуют уличные пункты. И на этом пока все. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе последних событий полуострова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова